Ребята, всем привет! Вы смотрите канал Видеолепка, меня зовут Роман и сегодня я слеплю новые фигурки мультяшного кота Cartoon Cat. Это уже четвертая часть. Спасибо вам за лайки и комментарии, приятного просмотра! Сначала слеплю фигурку мультяшной крысы, не путайте ее с мультяшной мышью. Мультяшная крыса является еще одним видом или формой мультяшного кота. Соответственно, она может делать все то же, что и мультяшный кот. У нее черная шерсть, большие глаза и жуткая улыбка. У крысы, так же как у мультяшного кота, длинные конечности, которые могут растягиваться и сгибаться в любых местах. Рост мультяшной крысы около 3 метров. В отличие от мультяшного кота, у нее есть хвост. Продолжение следует... Вот такая мультяшная крыса Cartoon Red у меня получилась. Далее слеплю фигурку мультяшного демогаргона. Демогаргон – это монстр из фильма «Очень странные дела». Это высокое существо с длинными корявыми руками и ногами. У этого существа хорошо развито обоняние. Жертву ищет по запаху. Его ротовой аппарат представляет собой челюсть из пяти лепестков, что придает сходство с рафлезией или орхидеей. В отличие от оригинального демогаргона, у которого нет глаз, у формы мультяшного кота глаза располагаются на лепестках. Помимо нападения и питания, рот существо раскрывает также для устрашения, обнажая острые зубы. Кожа у него очень крепкая, даже пули не берут. Демогаргон мультяшный кот обладает способностью к открытию своеобразных ротовых нор из одного измерения в другое, которые с течением времени исчезают. Ребята, если вам нравится наш канал и вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь и ставьте колокольчик в положении «Все», чтобы не пропустить следующие выпуски. Вот такая фигурка мультяшного кота Демогаргона у меня получилась. Следующий вид мультяшного кота является гибридом существа, которое придумал Тревор Хендерсон. Называется оно «Ходячее молоко» – Милкволкер Амбассадор. Ходячее молоко – это странного вида существо больших размеров. У него такие же руки и ноги, как у сирены голового. Его голова и туловище представляют собой огромный пакет молока. В отличие от оригинального существа, мультяшного кота – «Ходячее молоко» – есть морда с вытунутым языком, а сверху располагаются уши. Вот такой мультяшный кот в виде «Ходячего молока» у меня получился. По-моему, очень смешная фигурка. Ребята, если вы тоже так думаете, то обязательно ставьте лайк. Теперь слепим фигурку мультяшного слона. Мультяшный слон – это самый большой по размеру вид мультяшного кота. В высоту он может достигать 7 метров. Мультяшный слон обитает в заброшенных зоопарках. И его можно увидеть только в ночное время. Мультяшный слон обитает в заброшенных зоопарках. Мультяшный слон готов. Далее я буду лепить мультяшного кота в виде чумного доктора. Мультяшный кот в виде чумного доктора носит черную шляпу и белую маску с клювом, похожей на птичий. Возможно, он также является объектом SCP. В руке он держит нож. Мультяшный скал Фигурка мультяшного кота в виде чумного доктора готова. Далее я слеплю медузу мультяшного кота. Во время подводного погружения мультяшный кот может превращаться в медузу. Также это существо может чем-то напоминать осьминога, у него 8 красных щупалец. Как мультяшный кот может дышать под водой неизвестно. Ребята, если вы знаете, то напишите в комментариях. Вот такой мультяшный кот в виде медузы у меня получился. Далее я слеплю фигурку мультяшного кота в виде главного персонажа мультфильма «Губка Боб». Мультяшный кот принял форму губки Боба после просмотра мультфильма. Его тело приняло прямоугольную форму. Он одет в белую рубашку и серые шорты, а на шее у него красный галстук. Мультфильма «Губки Боб» Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой прикольный мультяшный код в виде губки Боба у меня получился. Также мультяшный код попытался принять форму Патрика, лучшего друга губки Боба. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ребята, вот такой Патрик мультяшный код у меня получился. Мне кажется, это самая смешная фигурка мультяшного кота. Когда мультяшному коту нужно очень быстро куда-то переместиться, он принимает форму ежика Соника. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такой Соник мультяшный код у меня получился. И последняя фигурка на сегодня называется мультяшный код-какашка. Когда мультяшный код хочет, чтобы его никто не беспокоил, он принимает форму большой мультяшной какашки. Также эта форма мультяшного кота может издавать неприятный запах. Итак, ребята, вот такие формы мультяшного кота я сегодня слепил. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте лайк, поддержите наш канал. Также можете поделиться этим видео со своими друзьями. Спасибо вам огромное за то, что досмотрели это видео до конца. Желаю вам отличного настроения. До скорой встречи!